Мы только что пришли из музея коммуникации. На самом деле я не планирую никакого видео, но так как мне выставки очень понравились, мне хочется с ними, с вами поделиться. К сожалению, у меня очень плохое качество видео из музеев, потому что у меня был только мой телефон, а у меня такой простенький. Одна выставка была, которая называется «Красив ли я?». И там такое вот зеркало, где вы можете себя увидеть и вообще о красоте, о параметрах и так далее и тому подобное. Довольно интересная тема о кремах, о том, что крем стоит дороже, чем золото. Ну и вообще еще хотела сказать насчет темы красоты. Конечно же, человечество с тех пор, как оно существует, оно всегда тянется к всему красивому и к красоте, потому что даже первобытные люди, все равно они делали ожерелье, которое мы сейчас тоже находим. Тогда тоже существовало искусство, потому что те же в пещерах, в общем-то, рисунки. И даже мне понравилось, что на Вестной выставке также была такая вот сторона, где они показывали животных. И даже животные их тянет к красоте, потому что даже утки они выбирают друг друга тоже по клюву. Например, было интересно, что утки, их очень тянет к оранжевым клювам. То есть, чем утки более оранжевый клюв, тем она считается красивее. Что даже у животных, как видите, они тоже друг друга выбирают по каким-то тоже параметрам красоты. И те же розовые фламинты, оказывается, они розовые, потому что они едят водоросли розовые, которые окрашивают также их самих. Было также интересно, что они историю показали, параметры, в общем-то, красоты, как они во все эти годы развивались. То есть, тот же был корсет, который ужасно был, плохо для здоровья, когда все ваши органы смещались. Но то, что с тех пор, как существует человечество, все эти годы всегда, все-таки женщины хотели быть красивыми, не только женщины. И к красоте стремились. Просто, может, сейчас у нас внешность... Некоторые слишком озабочены о внешности, а некоторые совершенно не озабочены. И вы знаете, я думаю, что это, знаете, такие вот две крайности. Потому что о себе не заботиться совсем. Это тоже, допустим, есть что попало, одеваться как попало, не расчесываться. Нет, это же тоже такая вот лимит, такая вот грань о том, что психологически человек тоже нездоров. Поэтому я считаю, что как одна грань и другая, они обе для меня, я считаю, нездоровы. И, если честно, ну, параметры красоты, я думаю, что вот все, что они показывали, потому что там была также модель, я ее, кстати, не засняла, это Жизель Бюнхен. И там как раз вырезан был такой макет ее, рост, насколько она там, она худая, что у нее талия вот такая вот осиная. И о том, что были Барби снова же, потому что у меня в свое время тоже была Барби, которая тоже была вот такая вот осиная талия, о том, что так девочки уже играют с такими Барби, которые они с детства уже видят и берут пример, и потом стараются такими стать. И получается вот такое неправильное мировоззрение уже с детства. Подростки, у них формируется характер, они сами формируются, и то, как они воспринимают реальность, конечно же, происходит зачастую неверно. Первое, не то, что я хочу быть здоровым человеком. Первое, я хочу вот стать худым, а то, что там здоровье, нездоровье, ведь очень много, а многие люди худеют неправильно, которые наносят урон огромный своему здоровью. Поэтому я считаю, что, конечно же, быть полным это тоже не полезно, потому что зачастую, когда у вас ожирение, у вас и сердце плохо работают, вены и так далее и тому подобное. Самое главное, конечно же, уверенность в себе. Я, честно говоря, не знаю вообще ни одной модели, сколько она весит, какого она роста и так далее и подобное, потому что мне, если честно, наплевать. Я еще, когда была подростком, когда начинаешь себя там осматривать и так далее и тому подобное, и как-то я пришла еще тогда к такому выводу, вы знаете, есть люди, мы все-таки от природы каждый созданы по-разному, и я подумала, какое же это, наверное, кое-что вообще говорить, что где-то там у меня, я не знаю, там больше жарка или где-то у меня там, я не знаю даже, что там где-то. Некая вот тебе дата красота от природы, а ты еще, мало того, чтобы сказать спасибо, еще там и жалуешься на что-то. Я думаю, если каждый вот так вот будет думать и обращать внимание, что есть в мире намного у людей настолько действительно вот беда бедой, да, и больше урон, чем там, я не знаю, лишний килограмм или не те уши, которые можно там взять, прическу другую сделать, их не будет видно или что-либо. Так что, так я воспринимаю вообще эту тему, и поэтому, знаете, все параметры, конечно же, то, что сегодня красиво, завтра это будет уже ужасно, и они меняются постоянно, и я считаю, что в человеке даже самое главное, вот это их аура. Вот есть такие вот люди, которые под параметры красоты не подходят, но они настолько уверены в себе, у них такой характер, они очень талантливые, и у них есть какая-то своя изюминка, потому что они одеваются так, индивидуально, что подходит под них, а не то, что диктует там, допустим, мода, да, поэтому они подбирают какие-то такие аксессуары, которые, ну, не будут ни в одном глянцевом журнале быть, но это будет их особенная черта. Я за то, чтобы каждый человек развивал свою индивидуальность, чтобы он был интересен, ну, не настолько вот мейнстрим, я сама, конечно же, очень люблю смотреть всевозможные журналы мод, но есть вещи, которые я там беру, потому что они подходят мне, а не потому, что это сейчас модно. Например, вот эти вот кожаные леггинсы, которые постоянно были в моде, я их ни разу не купила, это не мой стиль, и я их не одену только потому, что я хочу стать модной, и таких вещей немало. Иногда бывает, что приходит мода, и ты обращаешься на какие-то объекты, на которые ты раньше не обращала внимания, и мне это нравится, потому что вы открываете в своем стиле что-то новое, и вы меняетесь. Но это только те объекты, которые подходят мне, да, которые будут подчеркивать мою индивидуальность. Вот, на такой ноте я все-таки закончу свое видео, просто у меня такая вот волна эмоций, хотелось с ними поделиться. Зачастую я, в общем-то, каждый раз, когда я прихожу из какого-то музея, у меня такое происходит, и у меня каждый раз у меня есть возможность снять видео, потому что времени нет, или уже поздно. А вот в этот раз получилось, и я, честно говоря, очень довольна. Поэтому напишите мне, понравилось ли вам, чтобы об этом думать, о той или иной теме. Большое вам спасибо за внимание, надеюсь, что видео вам понравилось. Если да, то ставьте пальчики вверх, кто еще не подписан, обязательно подписывайтесь. И я говорю вам, до следующей встречи в новых видео. Всех целую, всем пока!